Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Недельная глава Вайгаш. Сегодня поговорим о нашем праотце Якове, как он попадает в Египет. Мы вчера говорили, что Йосиф встречает Якова и Медраж разбирает, как это было. Йосиф не хотел, чтобы сразу Яков его увидел. Он хотел как-то ему облегчить эту встречу, чтобы не было это стрессом для него. И он отправляет первым навстречу с Яковом Минаше. Минаше едет и Яков говорит, вот Йосиф. Они говорят, нет, это его сын Минаше. После этого Йосиф отправляет навстречу Якова, своего сына Эфраима. Эфраим тоже подъезжает, Яков говорит, вот мой сын Йосиф. И говорит, нет, это твой внук Эфраим. После этого Йосиф в очень красивых одеждах едет в своей колеснице, остановил колесницу и пешком побежал навстречу своего папе. И с ним пришла целая свита египтян с фараоном. Все остались в своей колеснице, коней. Когда египтяне это увидели, то пишется, что Всевышний устроил Якову очень сильный прием. Навстречу вышли за фараоном все египтяне. Всем Египтом встречали Якова. То есть для Якова Всевышний просто сделал почет невероятный. После этого встретил своим сыном Йосифом. И действительно, это были самые лучшие годы жизни Якова. Самые спокойные. Он был удовлетворен своей жизнью, со всеми своими детьми, с внуками. В общем, он учил Тору с Минашей, с Ифраимом. В общем, это была невероятная жизнь у него уже удалась. И его уважали все эти годы. Потом написано, что Йосиф взял своего отца и представил его фараону. Когда фараон его увидел, он был впечатлен. Он говорит, сколько лет жизни твоей. Медраж нам говорит, что когда наш прадец Аврагам был у Эвмелыха, это тогда, когда Эвмелых забрал Сару себе во дворец. И Аврагам, тогда ему было сто лет. Так, фараон понял, что он опять стоит перед ним. Что Яков был похож на Аврагаму. Он понял, что он опять. Неужели это он? И пишут, что фараон сам был долгожителем. Он лошалоблен. Как он до сих пор живет? То есть, в общем, вот такой медраж. Другой из комментариев к этому говорит, что фараон не мог себе поверить. Потому что такого возраста людей в Египте не было. Такого старца. Как Яков. Когда Яков пришел в Египет и начал молиться, тут же Всевышний поменял природу Египта. Моментально Нил поднялся. И оросилась земля. И голод закончился. То есть, он просто спас египтян. Такой почет ему оказал Всевышний. И говорится о том, что Яков говорит 130 лет мне сегодня и добавляет Немногие и злополучные были ли та жизни моей и не достигли от жизни отцов моих в одни их. Ну, он сказал, написано Благословил Яков фараона. Вышел оттуда. И написано, что Отсюда мы видим, что мы можем благословлять. Кого найдем нужным. То есть, пожалуйста. Это мы имеем на это право. И нам пишет Всевышний, что вы будете благословением. Если мы живем по Толе, мы будем благословением. Где бы мы ни жили. Но Всевышнему не понравилось, как Яков сказал. Потому что он в конечном итоге получает все 12 колен. Все живы. Все его сыновья живы. Он получает внуков. Все получил. Его жизнь полностью удалась. Да, у него были страдания. И он не должен был так говорить. Потому что он же все-таки Яков. Он же праведник. Поэтому Всевышний сказал. За эти 33 буквы, которые ты сказал. Ты будешь жить меньше на 33 года. И вместо того, чтобы прожить 180 лет. Яков живет 147 лет. Как мы видим дальше. Вот так. И естественно, эти 17 лет становятся чуть ли не божеством. Мы потом видим, что его вообще похоронили в саркофаге. Вот так вот бальзамировали. И потом уже Иосиф добьется, чтобы его хоронили в гробнице. Которую Яков купил. Но фараон хотел его оставить здесь. Потому что, когда пришел Яков. И началось благословение. Голод закончился. То теперь, даже когда Якова не станет. Фараон не захочет, чтобы его вынесли из Египта. Потому что, даже человек, который умер. Не может покинуть Египет. Чтобы не ушло с ним благословение. Вот так. Так, я думал, и египтяне. Иосифу не так просто удалось его похоронить в пещере Махвила. Но об этом будем говорить в следующем время. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Михаил Бен Леви, Берт Абат Исраэль, Павел Бен Ефим, Самуил Бен Герш, Хай Малка Бат Йосиф, Роза Бат Михаил, Памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Нахун, Владир Бен Григорий, За здоровье Светлана Бат Лара, Шимон Бен Ицхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Римка, Полина Перв Бат Соня Сура, Лена Бат Лара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Моэ Евгений Бен Берт, Евгений Бат Ита, Фера Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Сара, Талья Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бен Нина, Ира Бат Вера, Леор Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Сара, Ида Бат Бен Хая Авива, Ефим Бен Соня, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга, Мазал Браза Сгула, Ирина Бат Тури, Орона Ри Бен Ури, Хороший Дух, Орона Ри Бен Двой, Роднис Бен Ахум, Абигаль Бат Сара, Хана Бат Абрагам, Рафаэль Али Лей Бен Лариса, Парна Сай Брюк, Владир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Всего хорошего Олегу Марченко, всем Брахам Парна Сакованам Мазал, то, что мы это время не грешили, учили Тору, всем желаю крепчайшего здоровья, пусть скоро закончится эта страшная война, до следующих встреч, надеюсь, нас состоится завтра в 10 часов. Шалом!